Александр Лихадид, летчик-испытатель первого класса, полковник воздушных сил ВСУ, присоединяется к нашему эфиру. Рады видеть, приветствуем вас. Здравствуйте. Добрый день. Александр, вот мы тут в сюжете давали информацию о том, что Украина сейчас работает над тем, чтобы это расстояние, в рамках которого она может уничтожать законные для себя цели, оно возрастало. И были заявления президента Украины и, соответственно, главы Гурминобороны Украины. Александр, если мы подходим с простым вопросом, о каких средствах поражения в первую очередь может идти речь, которые будут предоставлять ВСУ возможности целить дальше, бить больнее. И о чем в первую очередь, какие вопросы стоит поднимать в плане того, чтобы эту историю развивать, чтобы у нас этих средств появлялось как можно больше. Ну, я вас хочу обрадовать. Прекрасное начало. Прекрасное начало. И я вас хочу информировать, потому что я знаю достоверно о темпах развития нашей беспилотной авиации. Это, в общем-то, сейчас бум на Украине среди и молодежи, и среди частных фирм. Почему? Потому что с боевой авиацией мы не потянем ее, никогда не сделаем. Другая ракетная программа – это очень сложно технологически. Но здесь я тоже знаю, что у нас успехи очень значительные, продвижение, оно все делается по неделям, месяцам и делается очень быстро. У нас есть Южмаш, у нас есть Павлоград, то есть у нас есть все возможности создать. И у нас нет времени, вы понимаете? Нет времени, поэтому надо делать быстро. Это всем занимается частной фирмой с деньгами, с мозгами. А беспилотная авиация, беспилотные системы, я вам скажу, от фронтовых, средних и дальних, как говорил Буданов, у нас их множество, у нас есть чего выбрать. У нас идут серьезные испытания, и у нас есть успехи. Есть успехи, молодежь, яйцеголовая. Я летчик-испытатель, который занимался испытанием вот этих Х-55, 555 Кабы, у меня иногда удивление вызывает настолько все грамотно, продуманно и неожиданно делается. Я просто в восторге от наших ребят, инженеров, то, что они делают с беспилотниками, то, что они могут. И нам в этом деле, у нас уже очередь стоит за нашими беспилотными системами. И к концу войны, к нашей победе, Украина будет занимать, я 100% уверен, первое место по беспилотной авиации. Александр, а что касается комплектующих? Потому что беспилотник, это же еще плюс один. Тот тип вооружения, который, ну, по сравнению с другими типами вооружения, не такой затратный. Но комплектующие, они ведь вряд ли могут быть все только наши, скажем, местные. Вероятно, это также зависит от поставок. Вот об этом немного расскажите нам, пожалуйста. Да, комплектующие, это уникальные, в общем-то, изделия. Их производит немного стран. Но дело в том, что, видя успехи нашей беспилотной авиации, ее перспективы, Запад с удовольствием нам отдает, они не участвуют в войне. Они нам предоставляют все, что нам нужно. Плоть до организации серийного производства беспилотных систем у себя на территории. Потому что, да, президент говорил, там под землю будем где-то зарываться, в пещеры. Это долго, у нас нет времени. Нам нужно делать это все, ну, если это по-хорошему, то оно же должно быть у нас вчера. Поэтому вопросов с недостатком вот этих элементной базы для навигации, наведения, управления, РЭП, это вот все у нас есть. Все есть, нам это все доставляют, нам не нужно, как россияне, там, где-то мешками через границу с Китаем таскать. Все у нас есть. У нас есть мозги, у нас есть возможности и желания, и нет времени. Поэтому мы будем делать быстро и качественно. Бударов молодец, он все это понимает и бьют туда, куда надо. Александр, ну, вы говорите, бьют туда, куда надо. Это прекрасное утверждение, и мы все уверены в том, что так и происходит. Но в то же время скажите, как нам возможно, да, работать в плане уменьшения тех же способностей и возможностей, но со стороны Российской Федерации? Там же тоже как бы не сидят сложа руки и смотрят на то, как все происходит. Нет, нет, в России умные ребята. Я некоторых знаю, потому что еще встречался с ними до войны. Да, там и Олег Захаров есть, который ланцетами занимается. А в свое время он единственный мирил, сделал модель с форсажной камерой. Есть там все. Задача одна – РЭП. И, в принципе, работать над тем, чтобы посредством команд каких-то из земли возвращать эти шахиды на территорию России. Я думаю, это возможно, и это все мы сделаем. Эти 50 шахидов, которые к нам летят, после этого входа в нашу зону, они будут разворачиваться и идти туда, на Россию. РЭП – вот это единственное, что нам нужно, это серьезный РЭП. Ну, системы поражения огневые, тут сильно мы используем только западную технику, а вот электронику, воздействие радиоэлектронное на системы наведения, системы навигации – это все возможно. И наши сделают, сделают и работают над этим, я точно знаю. Сейчас мы обсуждали, кстати, эту технологию. Уже применяется технология для того, чтобы дезориентировать, скажем, дроны из-за нехватки топлива. Они просто падают, естественно, не достигая своей цели. Эта технология может быть усовершенствована для того, чтобы дроны не просто возвращались на территорию России, но насколько возможно их направлять на те же военные объекты на территории самой России? Ну, военные объекты, мы по ним работаем, по аэродромам работаем, по сплавам. Я имею в виду российские же дроны разворачивать на территорию самой России по определенным объектам. Да пусть они падают, где им там… Нас это не интересует, наша территория. Залетают, разворачиваются на 180 и пошли опять, пока там топливо у них не кончится, пока не сбивать их. Вот в чем задача основная. Вот если мы решим ее, все. Ну, это дело времени. О дальнобойности украинских дронов также хочу с вами поговорить. Украинские дроны могут поражать военные объекты России на расстоянии до 1800 километров. Это заявление начальника главного управления разведки именобороны Украины Кирилла Буданова. И, по его словам, в этом году благодаря успешным действиям военных разведчиков Украина смогла доказать, что Черное море не принадлежит России. Буданов отметил, что противник просто вынужден переместить свой флот на безопасное расстояние и покинуть морские рубежи, которые он давно считал своими. И также в течение года киберспециалисты ГУР провели десятки успешных операций, получили ценные сведения, проникли в базы данных российских оккупантов и обнаружили слабые места. У нас есть цитата, после нее продолжим. Военные аэродромы, которые являются источником постоянной угрозы для мирных украинских городов, вздрагивают от воздушных атак. Вся инфраструктура России, работающая на войну, терпит и будет нести потери. Ведь вместо защищать свое, Россия выбрала ложный путь неспровоцированной войны и нападения на земли суверенного государства. Кирилл Буданов, начальник главного управления разведки Минобороны Украины. В Фейсбук. Ну, то, что управление разведки находит слабые места нашего противника, это, конечно, не секрет. Периодически это также обсуждаем в эфире «Фридом». А я вот хотела бы детальнее по поводу дальнобойности и снова-таки о перспективе развития этой дальнобойности. Насколько есть какие-то логичные и физически обусловленные границы для беспилотников? Сейчас это 1800 километров. Насколько есть шансы увеличить дальнобойность или есть определенные просто логические пределы? Нам, в принципе, нам 1800-2000 вполне хватит. Дело в том, что вся авиация тактическая и дальняя, которая расположена в европейской, вот западнее Урала, аэродромы, мы ко всему этому можем дотянуться. Задачу решается, несколько нужно решить, и они решаются, и они уже решены там на 80-90. Первая – это дальность, вторая – точность навигации, третья – это борьба с РЭП и точность поражения. Все это у нас есть. И вы видите, что мы в Ахтубинске на стоянку прилетел дрон за 700 километров и поразил вступовое набор Су-57. Это серьезная машина. Ахтубинск – это испытательный аэродром. То есть все у нас есть, оно все совершенствуется. Каждый днем идут испытательные полеты. Вопросов нет. Единственное – это серийное производство. Серийное. Вот это вот. Но я думаю, Запад нам, как один литературный герой, Запад нам поможет. И я думаю, они в этом очень заинтересованы. Дело в том, что через 10-15 лет пилотируемая авиация уже не будет. Мы дошли до физиологических возможностей, предела физиологических возможностей человека, летчика. При перерыве 9 он теряет сознание. Все. Самолет выдерживает перерыве 15, а летчик 9. Американский, русский, украинский – разницы нет. А беспилотник в бою тот может держать перерыве 20. Все. Первый бой, и беспилотный истребитель завалит самолет с летчиком. Поэтому беспилотная авиация – это перспектива величайшая. И мы в этом деле идем, начинаем идти впереди. Плюс ПВО, у них уже шестое поколение, плюс РЭП. Поэтому, пилотируя авиацию, скоро там воздуху будет делать нечего. Это будет война беспилотников и мозгов, и технологий. Александр, а как при этом нам совладать с тем вызовом, который создают для украинской армии и в целом для нашего государства применение, массовое применение вот этих КАБов? Это стало одной из причин этого продвижения Российской Федерации, который мы сейчас имеем, в частности, на востоке нашей страны. Да, КАБ – это бестолковые бомбы, но мысль туда вложена, в общем-то, простая и правильная. Подцепить крылья, после сброса их распустить, поставить GPS элементарную, запрограммировать. Их много, этих КАБ. Это бомбы ФАП-500, там полторы тысячи, ну три тысячи они еще. Там есть полторы тысячи проблемы есть, потому что по 200 там крылья распускать надо. Короче, там есть проблемы. Но вот 500-ки, 200-500-ки – это, ну, это варварское оружие, я скажу, ну, скажем, это неточное. И с учетом того, что россияне, они, ну, у них моральных тормозов нет. И вот это, это линия фронта, это 100 километров по линии соприкосновения. Вот это будет страдать все. Борьба с ними одна – это аэродромы, атаки на аэродромы, самолеты на стоянках, там сложности есть. И на дальности 70-50-100 километров, с высот 5 километров до 10 нужно сбивать носитель. Это Су-134, это истребитель бомбардировщик, такой современный. Чем сбивать? Ну, вопрос. Петрио-то нужно подтягивать, а в 16-м у нас еще в сыром виде. Ну, я думаю, мы справимся. Справимся и с вот этими бестолковыми болванками, которые нас тут… Конечно, их много. Там в каждой деревне в России эти бомбы 45-го года лежат, валяются. Они их даже не красят, подцепляют эти все крылья, головку, там сверху. Это элементарно все. И у нас это все есть на начальном этапе. Александр, спасибо вам большое за то, что присоединились к нашему эфиру, к нашей беседе. Благодарим за комментарий и этот анализ. Александр Лихадид, летчик-испытатель первого класса, полковник воздушных сил ВСУ, был с нами на связи, с ним говорили о дальнобойности украинского оружия, которое должно целить по законам для Украины объектом на территории Российской Федерации.